...военные коллеги Верховного Суда. Мне после того и людям как-то в глаза не хочется смотреть. Так бы все вниз смотрел бы и все. Понимаешь, после этого все на глубину так глубже чувствуешь. Покажите, там есть где-то самое, может быть, где они в Москве были? Интересно посмотреть, как они там хотели. Я мы сейчас без перерыва? Ну конечно, без перерыва. Давай, давай. Я не переношу тех старших, которые... Мы завоевали. Вот мы победители. Мы победили потому, что вот эти... Никто еще не подсчитал. 15, 20, а может и 30 миллионов. От Сталинграда до Белграда лишен. Ведь если так разобраться, то наша судьба солдата, этого младшего офицера, это... Это если хотите, просто можно применить теорию вероятности. Из 10 миллионов, 3 миллиона должно погибнуть. И вот эти вот погибли. И только потому, что они погибли, я остался живой. Вот они погибли. Вот я живой. И вот я терпеть не могу тех людей, которые... Вот мы победили, мы должны гордиться. Мы победители. Те победители, что лежат. Чтобы написать ледокол, я пожертвовал всем, что у меня было. Эта книга несла горе всем, кто рядом со мной. Мои приговоры заслужены мною полностью. Я не прошу прощения за предательство. Простите за книгу. Всех, кого невольно обидел, еще раз прошу. Простите меня. Из книги Виктора Суворова «Ледокол». Когда мы завершали работу над фильмом, пришло известие о смерти ветерана Второй мировой войны Богдана Васильевича Лизуна. А вы помните вот этот первый день? Конечно, помню, конечно. Это, наверное, каждый, кто воевал, он останется у каждого. Наверное, как первая любовь, так и первый бой на войне. Нам объявили, что, значит, ценные вещи у кого, у коптерки, получите в коптерке, у кого там документы какие-то. Хороший был такой чемоданчик, светло-коричневый, фибролиты тогда было, фибровый такой, с рисунком. Я ходил, ходил, новенький, новенький, чем перед уходом в армию купил. Ну, он коптерки так и проложал полтора года там. Вот. И я с ним, как курица с яйцом, ходил. Ну, куда же его? Вот так просто выкинуть его, тоже бросить. А у нас было на передней линейке ограждения, такие столбики стояли, затесанные, где-то в диаметре сантиметров 10-12. И такими пирамидками, затесанные так, попереди линейки. Вот. Я взял этот чемодан, и не знаю, почему, такая шальная, неумная мысль. Пришла мне в голову, взял и с разгона его на этот столб и посадил. Первое дно проткнулось, а вторым так и оставил. Мы в лесу сосредоточились, и где-то часов в 12 или в час дня труба играет, полк строится. Построился полк и митинг. Митинг. Товарищи, только что Вячеслав Михайлович Молотов объявил о том, что фашистская Германия вероломно напала на наши священные границы. И сразу же, не дожидаясь вечера, полк в составе дивизии двинулся на запад. Первые дни мы наступали, контратаковали. И мысли не было, что мы можем обороняться. Мы только наступать должны были. Только наступать. А возвращались мы оттуда через свой бывший лагерь, где мы стояли. Смотрю, как надел я чемоданчик на столб свой, так он и остался, и лежал. Я так его уже не тронул, оставил, и мы начали отходить в сторону Киева. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ